Так московские студенты-медики разминаются сами и показывают другим, как лучше физически подготовиться к умственным занятиям. Форум собрал представителей студенческих клубов, то есть ребят, которые помимо учебы занимаются еще и общественной работой. Так клуб энергии добра из Казанского энергоуниверситета протягивает волонтерскую руку помощи на различных мероприятиях. Клубы на самом деле, они заставляют двигаться человека. И таких клубных активистов в Казань съехалось более тысячи. Это представители 38 российских регионов. Студенчество должно развиваться, мне кажется, и вот именно такие форумы позволяют нам идти в ногу со временем. Обмен опытом, это, наверное, самый главный плюс, по которому захотелось приехать. Здесь можно заводить знакомство с клубами из других регионов и делать мероприятия всероссийского масштаба. Студенты будут учиться, учиться и учиться в неформальной обстановке и у известных людей, а еще и общаться и делиться опытом. Так раскрывать творческие таланты помогал известный российский актер Максим Бабков. Я тогда нести только хотел одно, что если вы чувствуете себя в чем-то, хотя бы пусть немного, но уже профессионально, надо предлагать себе этому миру. Вся образовательная программа поделена на шесть секций. Помимо творчества, это обучающие диалоги о науке, спорте, масс-медиа, межнациональных отношениях и патриотизме. Это такая точка сборки, то есть до этого уже была по стране целая череда форумов, поэтому ребята уже подготовленные. Мы хотели приурочить к большой дате Татьянин день, 25 января, и мы хотели, чтобы это было не только ради развлечения, но и ради смысла. Поэтому добавили вот этот день первый, для того, чтобы, собственно говоря, об этих смыслах и поговорить. Не просто учеба, но и награду ждет участников форума. Завтра, в День российского студенчества, на Большом концерте, лучшие студенческие клубы будут отмечены рекомендацией на получение грандов. Дмитрий Аринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.